Возлюбленный Богом Церковь Возлюбленный Богом Церковь Всевозможные страхи, депрессии, разрушения, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим Святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки, веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться. Я помню день, когда меня нашла, Любовь великая, любовь Христа. Я помню день, когда погибель шел, Когда меня спасла его рука. Падал снег, укрывая все собой, И на землю грязную чистоту он нес. Словно снег, словно чистый белый снег, Мою душу грешкую убилил Иистос. А снег все шел, как символ чистоты, Христом искуплено моей души. И слышит голос, где-то с высоты, Иди вперед, дитя, и не греши. Падал снег, укрывая все собой, И на землю грязную чистоту он нес. Словно снег, словно чистый белый снег, Мою душу грешную убилил Иистос. А голос влёк меня до голос высоты, Иди вперед за ним, Сквозь ужас тьмы. Я не один иду, Идет со мной она, Любовь великая, Любовь Христа. Даю Бог, что зовут Иисус Христос, Кто на землю грязную чистоту принес. Иисус Христос пострадал за меня и за тебя, Жизнь свою отдал за нас, Не жалел себя. Никогда без Иисуса не ищи, Утешения для души, Кто бы мир принес. Христос не найти, Во всем мире не найти, Чище и сильней любви, Чем принес Христос. Не найти, Во всем мире не найти, Чище и сильней любви, Чем принес Христос. Иисус Христос Иисус Христос Иисус Христос Сокрушается, Иисус Христос Иисус Христос Иисус Христос Иисуса Христос Спасенье найти. Между далекое прошлое, Стань над ими вечности, Зачитается просто в раздевших сердцах. Люди помнят от дружбы, любви, человечности. Еще к Богу поднявни, стыдя отца лица. После мира, в которых ты больно вращаешься, Нацени, начинаешься в раме святых. Сынца Божьего, Слово, Семьей, Отсаждаемся, сквозь нам вечный глубокий, Квадового красы. И все наши болезни, Падения и слабости над несет, Дети, сквозь мы на земле, И за много еще Утешения и радости, И внимания чуткого Toyota человека. а с айти и сло у приходи как зимой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Иерусалим 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 Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы со Святым Духом в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Послание апостола Павла Ефесянам, глава 4 стихи 22-24 Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Для выполнения этой повелевающей судьбоносной заповеди мы уже обращали внимание на это, задействованы три повелевающих и основополагающих глагола – это «отложить», «обновиться» и «облечься». Мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных вопросов как раз и будет зависеть, обретем мы наше спасение или же обратим себя в сосуды милосердия или в сосуды гнева. То есть состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или же мы утратим его навсегда, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании третьего вопроса, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс облечения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. И в связи с облечением самого себя в нового человека мы пришли к выводу, что нам необходима помощь Бога в предмете его милости, потому что милость Бога является как могущественной и уникальной силой Бога, обуславливающей суть Бога, так и наследием, приготовленным для человека, рожденного от семени слова истины. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной в наследии милости и Божьих, является оружие молитвы или поклонения. Молитва – это не только средство общения с Богом, но это и некое священное и юридическое право, которое человек дает на вмешательство небес в сферы земли. И такое право мы призваны давать Богу только на установленных им условиях. Одна из таких молитв Давида, записанная в 142-й песне, как раз и раскрывает условия, на основании которых человек призван давать Богу право на вмешательство в свою жизнь его милостей. Она-то и явилась предметом нашего последующего исследования. Итак, Псалом 142, с 1 по 12 стих. Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей, услышь меня по правде Твоей и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобою ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, а немело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои. Душа моя к Тебе, как жаждущая земля, скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты – Бог мой. Дух Твой благи доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих, и погуби всех угнетающих душу мою. Ибо я Твой раб. Чтобы быть услышанным Богом, Давиду необходимо было представить некое основание или некое право, которое могло бы служить для Бога достаточным доказательством для вмешательства в жизнь Давида, Его милости и истины. И такими доказательствами в данной молитве, как мы уже ранее отметили, послужили 10 уникальных в своем роде аргументов, которые Давид приводил к Богу, которые также и мы должны привести к Богу, иметь в себе эти 10 аргументов. Услышь меня ради Твоей истинной правды. Во-вторых, услышь меня ради воспоминаний дней древних и всех дел Твоих. Услышь меня, потому что я простираю к Тебе мои руки. Услышь меня, потому что я на Тебя уповаю. Услышь меня ради возношения души моей к Тебе. Услышь меня ради того, что я к Тебе прибегаю. Услышь меня, потому что Ты мой Бог. Услышь меня ради Твоего имени. Услышь меня ради Твоей милости. Услышь меня, потому что я Твой раб. На предыдущих служениях мы рассмотрели природу первого аргумента. Это доказательство того, что Давид пребывал в истине и правде, которые давали Богу юридическое право встать на сторону Давида в его противостоянии с имеющимися у него врагами. И остановились на исследовании второго аргумента. Это приведенное Давидом в молитве доказательство, что он пребывал в воспоминании дней древних и всех дел, совершенных Богом в этих древних днях. Из чего мы сделали вывод, что для того, чтобы быть услышанным Богом в откровениях Его у Рима, то есть в откровениях Святого Духа, представляющего у Рим, необходимо сохранять в своей памяти дела Божии в предмете Его Тумима, который совершил Бог в древних днях. Напомню, Тумим – это учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, записанного на скрижалек нашего сердца. Если мы его сохраняем, то у Бога есть возможность через откровение у Рима, то есть откровение Святого Духа открыть, что же лежит у нас в сердце. В связи с этим мы начали рассматривать образ постоянной молитвы в судном на перстнике первосвященника, который являлся постоянной памятью пред Богом. Рассматривая, чем сама по себе является память, как по своей сущности, так и по своему определению, мы пришли к выводу, что память, содержащаяся в человеке, это некая уникальная программа, помещенная в живое программное устройство, которым является сотворенный Богом человек. Это программа в формате памяти, содержащаяся в стволовых клетках человека, которые являются носителем всяких информационных программ, как раз и определяет, как уникальное достоинство личности и природы самого человека, так и его суверенные границы, и его суверенное я. Притча 23.7. Каковы мысли в душе человека таков и он? То есть, исходя из имеющейся констатации, исповедуя пред Богом дела, совершенные им в древних днях, как веру своего сердца, мы даем Богу право на вмешательство в свою жизнь его милости. Когда изнемогала во мне душа моя, я вспомнила Господи, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего. Иона 2.8. То есть, практически, будучи в аду, Иона вспомнила Господи. Как вы думаете, люди, попавшие в ад, могут вспомнить о Господе? Они не могут вспомнить, потому что у них его там нет. А Боге вспоминает только тот, когда имя Божие записано в сердце. Не просто имя Бог или Христос, а учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Истина о том, кто есть Бог. Поэтому, исповедуя как веру своего сердца, программу памяти дел Божьих, совершенных им в древних днях, мы изглаживаем информацию программы разрушения, переданную нам от суетной жизни отцов. И, напротив, когда мы переводим свой взгляд, свои мысли на дела человеческие, мы таким образом изглаживаем память дел Божьих в своем сердце, если мы туда ее и заложили. И таким образом сами лишаем себя права на вечную жизнь и сами обрекаем себя на вечную погибель в озере Огненной. Память человека, содержащейся в его мысленных образах, сама по себе как программа, это крепость и оружие человека. И если лишить его памяти этого оружия, он будет выглядеть как разрушенный город, без стен. У врага совсем не стало оружия, и города ты разрушил, погибла память их с ними. Псалом 9.7. Далее память дел Божьих, содержащейся в сердце человека, в мысленных образах, как генетическая программа Бога, это и есть наследие Христово, которое передается от одного праведного рода к другому, то есть посредством ученичества, через наставление в вере. Ты же, Господи, вовек пребываешь и память, а тебе в рот и рот. Псалом 101.13. Далее память дел Божьих, содержащейся в сердце человека, в мысленных образах, в формате генетической программы Бога, является в сердце человека памятной святыней Бога и предметом Его немеркнущей славы, которая является местом Его пребывания. То есть Бог пребывает в Слове Своем. Когда вы помещаете Слово Божье в свое сердце и держите Его, вот эта память, записанная там, то Бог начинает пребывать там, это Его место. Пойте Господу святые Его, славьте память святыни Его. Псалом 29.5. Память святыни – это информационная программа, заложенная в программное устройство, которое является человек, рожденный от семени Слова истины. «Исходя из многих изречений Писания, все чудеса и дела Божии, совершенные им в древних днях и вырезанные, как на печати, на скрижалях нашего сердца, это откровение спасительной благодати Божией, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. Памятными соделал Он чудеса Свои, милостив и щедр Господь». Псалом 11.4. Когда эти слова записаны здесь, то это не память Бога, потому что это мертвая бумага. Живые слова Бога пишутся на живом программном устройстве человека, его сердце. И это память Бога. Он смотрит на живую память в сердце своих детей. При рассматривании вопроса, какое назначение в отношениях между Богом и искупленным им человеком призвано выполнять постоянное память дел Божьих, приведенных им в древних днях, запечатленное на скрижалях нашего сердца, мы сосредоточились на исследовании судного наперстника, содержащего в себе таинства Тумима и Урима, посредством которых Бог мог слышать человека, а человек мог слышать Бога. Судный наперстник, как предмет постоянной памяти пред Богом, это сакральный образ формата постоянной молитвы, а посему молитва, не соответствующая требованиям и характеристикам судного наперстника, не имеет права называться молитвой. Вы знаете, когда я исследую Писание, если я могу определить, сформулировать вопрос на какое-то местописание, то, что мне непонятно, и если я могу сформулировать вопрос, то это уже 50% я знаю, о чем там будет речь идет при сформировании вопроса. Если вы можете правильно формировать вопрос, то при этом вы уже будете половину знать, то есть, что там заложено. Дух Святой всегда, прежде чем отвечать человеку на что-то, Он задает вопрос, где был ты, когда я полагал основание земли? И как только Бог задает этот вопрос, практически вы уже сразу по вопросу этому вы идете туда. Нужно только правильно наводящий вопрос задавать. Такова концепция Бога, так Он разговаривает со своими детьми. Итак, только формат постоянной молитвы, представленной в судном на перстнике первосвященника, дает нам право входить во святилище, как царям и священникам Богу, которые призваны представлять интересы суда Божьего в соответствии тех заповедей и уставов, которые обуславливают свод учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, в 12 жемчужных воротах и в 12 именах сынов Иакова, написанных на этих воротах. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуясь в ней с благодарением». Постоянство в молитве – это бодрствование на страже дверей своего сердца, которое призвано избавить нас от грядущих бедствий. И определяется такое бодрствование для человека весело горящим светильником, определяющим состояние его праведного сердца. Притча 13, 9. «Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает. Раскрывая в этой притче суть праведного сердца, в весело горящем светильнике Иисус в свое время сказал, «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь, избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред сына человеческого». Луки 21, 36. «Порядок устройства судного наперстника обуславливает и представляет требования Духа и истины, которыми должны обладать истинные поклонники, которых ищет себе Бог. При нарушении устройства этого порядка судный наперстник, обуславливающий состояние и природу поклонника Бога, не может называться судным наперстником, так как утрачивает свою природу. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Иоанна 4, 23, 24. «А посему на практике поклонение Отцу в Духе и Истине заключается в том, чтобы не повреждать истину в преследовании целей, установленных Богом в Писании, как это делали во все времена и делают сегодня многие в силу своей жестоковыдности, корости и лицемерия». То есть, когда они поклоняются Богу, они думают, что они Ему поклоняются, но как только не повреждают истину, то есть, неправильные цели преследуют, поставленные Богом цели – это совершенная воля Бога, а они преследуют свои собственные цели. Они не преследуют исцеление, свое, допустим, исцеление, как совершенную волю Бога. Они преследуют свое исцеление. «Господи, исцели меня!» «Господи, помоги мне!» Но такая молитва глубоко ранит, оскорбляет Бога. Мы должны представить это исцеление как совершенную волю Бога и просить, чтобы Он нам помог выполнить Его совершенную волю Бога и выписать чек на исцеление. Потому что исцеление произойдет только тогда, когда оно будет в нашем сердце, когда мы переместим, что в Писании говорится, что Бог возложил наши болезни на Сына Божия, и в Нем мы уже получили исцеление. Мы начинаем перемещать. И вот когда мы переместили туда, только тогда мы можем начать исповедовать и благодарить Бога. «Боже, да будет выполнена воля Твоя!» То есть человек должен захватиться волей Божией не болью своей, а волей Божией. Тогда это будет правильная молитва. Такую молитву Бог слышит. Она не будет повреждать Его Слово, потому что вы хотите исполнить Его волю. Но люди не хотят так молиться, они просто говорят «Господи, исцели!» Они привыкли получать исцеление как дар. Но Бог, как вы видите, в последнее время вообще почти что никого не исцеляет, как дар. Он хочет, чтобы люди начали исцеляться не даром, а плодом. Чтобы они приняли семя исцеления, взрастили его в своем сердце. И когда взрастят, и этот плод созреет, вот этот плод и явится твоим исцелением. А это уходит время, годы иногда берут, чтобы взрастить. Человек не хочет этого. «Господи, да сколько я буду болеть!» «Да что ж это такое?» «Ты что, меня не слышишь? Я что, не твоя дочь или не твой сын?» Но Бог хочет, чтобы мы принесли плод. Есть дар веры, есть плод веры. Я понимаю, что все стремятся к дару. Все думают, что благодать Божия – это только дар Божий. Но благодать Божия, она приходит для того, чтобы мы принесли плод. Если мы будем все время полагаться на дар, но не будем приносить плода, мы погибнем. Десятки тысяч исцеленных людей Христом стояли потом у креста и орали, вопили, распни его. Почему? Потому что они получили свое исцеление по дару веры, а не по плоду. Те, которые по плоду получат, они никогда не уйдут, потому что это уже в них выросло. Потому что плод преобразовывает человека в судьбе Бога. Он становится таким, как Бог, но только живет во плоти. Но у него уже свойства такие, как у Бога. Он способен ожидать, переносить, терпеть, и он не ломается. Поэтому очень важно. Мы отметили, что в септуагинте, то есть в нашем переводе судно на перстник, называется знамением правосудия. Так как посредством Урима и Тумима, который вложен в судно на перстник, Бог сообщал человеку свою волю, свой суд. Таким образом, именно совесть человека, очищенная от мертвых дел, запечатленной на ее скрижалях истинной правды, будет обуславливать природу истинных поклонников, которые будут давать Богу право действовать как в них, так и через них, на планете Земля. И именно таких поклонников Отец ищет себе. В определенном формате мы уже рассмотрели размеры и материал, из которого должен устроиться судно на перстник, и остановились на рассматривании следующего требования, которое гласит Исход 28, 17, 21. И встав в него, то есть в судно на перстник, оправленные камни в четыре ряда. Рядом рубинь, топаз и зумруд. Это один ряд. Второй ряд карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд яхон, тагат и аметист. Четвертый ряд хризалит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. С тех камней должно быть 12 по числу сынов Израилевых, по именам их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен. И когда первосвященник входил, вот эти 12 драгоценных камней вложенные, то есть четыре года по три, имена написаны там, их не видно, но эти драгоценные камни представляли имена Бога, характер Бога, которые имел поклонник, который входил. Вот это и было его положением. И тогда Бог воспринимал его. Поэтому 12 золотых гнез судного наперстника – это написанная на скрижалях нашего сердца неповрежденная и первозданная истина, обуславливающая Слово Божие, некогда ишедшее из уст Бога, которая в нашем сердце представлена в формате Суда Божьего, учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, которые мы, как поклонники Бога, призваны представлять в своей постоянной молитве. А 12 драгоценных камней с вырезанными на них, как на печати именами сынов Израилевых, это формат нашей постоянной молитвы, которую мы призваны творить пред Богом. Отсюда следует, что не золотые гнезда в предмете истины Слова Божия подгоняются по своему размеру и по своей конфигурации под драгоценные камни, а драгоценные камни в предмете наших молитв подгоняются под размеры и конфигурацию золотых гнезда истины. То есть наша молитва должна строиться точно на основании Слова Божия, преследовать волю Божию и представлять волю Его. Как цари и священники мы вообще не имеем права представлять свои желания. Мы должны представлять только желания Бога. Вы скажете, что же делать нам, если у нас есть... пусть ваши желания будут представлены в желаниях Бога. Если вы любите Бога, то желания Бога становятся вашими желаниями. Да, Бог хочет нас исцелить, значит, это желания Бога. Так и представляй Его как желания Бога, а не как свою необходимость и как свою потребность. Поэтому постоянная молитва, как мы отметили, это в первую очередь молитва неотступная, которая находит свое выражение в уповании на Бога, в которой человек представляет интересы Бога в своем ходатайстве и не отступает от намеченной цели, пока не получит просимое. Даже если будет умирать, он не отступит от этой цели. Многие мужи и жены веры умерли в вере, не получившие обещанного, но они умерли в вере. Они умирали и продолжали говорить, «Это принадлежит мне». Каким-то образом Бог что-то сделает. Если они не получили здесь, значит, Бог что-то сделает там, но не остались до конца верными и надеялись и верили, что Бог исцелит. Не потому, что там написано, потому что у них там было написано. Есть разница, повторяю, между написанным словом в книге и между написанным словом в сердце. Поэтому такое упование на скрижалях нашего сердца представлено в 12 драгоценных камнях судного наперстника с вырезанными на них 12 именами сынов Иакова. «Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние». Евреям 10, 35. «А посему упование, в котором на скрижалях нашего сердца отсутствует судный наперстник, содержащий в себе достоинство 12 драгоценных камней, не может являться упованием». Мы отметили, что устройство судного наперстника в 12 драгоценных камнях содержит в себе тот же порядок, что и 12 драгоценных оснований стены Нового Иерусалима, а также 12 жемчужных ворот, но с иными функциями и с иным назначением. Так, например, если устройство 12 драгоценных оснований стены Нового Иерусалима содержит в себе стратегию 12 учений Иисуса Христа, пришедшего во плоти, благодаря которому мы призваны взрастить себя в образ совершенства, присущего Богу. А посему 12 драгоценных оснований стены – это наша цель. Выполнение этой цели дает нам право вкушать от плодов дерева жизни 12 раз приносящим на каждый месяц плод свой. Устройство же 12 жемчужных ворот Нового Иерусалима содержит в себе стратегию напастей Христовых, которые являются ключами ко входу Царства Небесного, которые являются древом жизни в сердце человека, 12 раз приносящим плоды. Это наша цена. Это наша цена за право вкушать от плодов дерева жизни быть в напастях со Христом. Устройство судного наперстника – это средство, которое именуется постоянной молитвой, необходимое к достижению поставленной для нас цели в устройстве дерева жизни. Устройство дерева жизни – это устроение самого себя в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Устройство самого себя в нового человека – это результат или награда вечной жизни за перенесение напастей со Христом, представленных в 12 жемчужных воротах. При этом мы отметили, что все великолепие и порядок храма создавалось только для одного священного предмета и обслуживало только один священный предмет – это Ковчег Завета. Точно так же и Ефот, первосвященника с прикрепленным к нему судным наперстником, создавался и обслуживал только один священный предмет, который в точности призван был дублировать и исполнять функции Золотого Ковчега – это Урим и Тумим, которые были вложены в судный наперстник. Как Золотой Ковчег Завета, так и судный наперстник образно представляли совесть человека, очищенной от мертвых дел. Урим и Тумим на иврите означает свет и совершенство, свет и право или откровение и истина. Десятословие внутри Ковчега Завета является истиной. И эту истину в судном наперстнике представлял Тумим. А откровение, которое человек мог получать над крышкой Ковчега Завета в судном наперстнике, представлял Урим. И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы не сделали все, что я повелел тебе. Исход 13.1.31.6. То есть Бог не будет влаживать своего откровения на то, что у тебя там в сердце нет. Если у тебя в сердце нет учения, он не будет давать откровения этому учению. Человек открыл, говорит, не понимаю, не понимаю. Приходи в собрание и слушай Слово. Бог и не сделал так, чтобы ты читал и понимал. Он хотел, чтобы ты читал. И когда посланник Бога будет говорить это Слово, которое ты уже читаешь постоянно, Он начнет тебе его открывать. Потому что, когда ты читаешь, ты влаживаешь. Ты влаживаешь туда. Ты говоришь, но если я не понимаю, бережно относись, трепещи перед этим Словом и влаживай его туда. У тебя будет истина в сердце Тумим, которого ты не понимаешь, но ты вложил. И это пища Бога. И тогда Бог увидит в сердце твоем то, что ты вложил. Как Мария слагала слова Иисуса, Сына Своего, в сердце, которое не понимало. Ученики слагали в сердце слова Иисуса, которые не понимали. Очень многие отходили, когда не понимали. Они говорят, Господи, соблазнились о тебе. Двенадцать только осталось, и было много. Не хотите ли вы это идти? Говорит, нет, ты имеешь глаголы вечной жизни. Иисус не объяснил им, как они будут есть и пить его кров и есть его тело, а просто сказал, вы благословены, потому что это Отец Небесный открыл вам, что слова, которые я говорю, суть духа и жизнь. Потом, конечно, они это поняли. Бог открыл, послал свой Урим. Поэтому носители Тумима и Урима являются поклонниками Бога и обладают иммунитетом Святого Духа. Второзаконие 33, 8, 11. И Олевий сказал, Тумим твой, Иурим твой, на святом муже твоем, которого ты искусил в массе. Говоря Олевии, мы имеем в виду поклонников Бога, потому что в то время только левиты могли входить в присутствие Бога. Сегодня вы все левиты. У каждого есть святилище в сердце. И все вы, как левиты, призваны входить во святилище Бога. И здесь написано, Олевий сказал, Тумим твой, Иурим твой, на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей, я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они левиты, слова твои хранят, и завет твой соблюдают, учат законам твоим Иакова и заповедям твоим Израиля. Возлагают курение пред лице твое и всесожжение на жертвенник твой. Благослови, Господи, силу его и одели рук его благоволи. Порази чрезла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять. Посмотрите, какое благословение, какая защита дается тем людям, которые обладают Тумимом в своем сердце, и Урим приходит к ним и отвечает на это. То есть, если вы имеете судно на перстник, вы имеете и Урим, и Тумим. Поэтому из имеющегося благословения, которым Моисей, человек Божий, благословил, левее следует, что людей, относящих себя к избранному Богом народу, то есть, люди, которые относят себя к избранному Богом остатку, говорят, я избран Богом, я дитя Божие, но восстают при этом на носителей Тумима и Урима, критикуют. Они приходят в церковь не как ученики, а как инспекторы. Они говорят, послушаем, что он нам сегодня скажет, а мы, говорит, его проверяем. Как вы можете его проверять? Он что, не ту Библию читает? Он же ту же Библию читает. Вы что, проверяете, правильно ли он читает? Вы же все равно. Он правильно прочитает, а уже когда он будет объяснять, вы поймете при условии, если у вас это будет в сердце. Если оно только в Библии, и вы проверяете по Библии, чтобы вас не провели, то вы бедные люди. Необходимо понимать, что если вы восстаете на носителей Тумима и Урима, и ненавидите их, и скрываете эту ненависть, из-за отсутствия в самом себе Тумима и Урима вас ждет незавидная будущность в озере огненным, горячим огнем и серою. Так что зря вы просиживаете в этих собраниях место, зря приходите, зря в печали свои едите хлеб, вы не признаете вашего пастора, вы постоянно его критикуете, вы постоянно хотите его сместить. Я не говорю сейчас к нам, к нашему собранию, потому что Бог здесь достаточно хорошо проработал и ввел теократическую структуру, но я говорю за демократические структуры, которые не являются божественными, и где за счет этих демократических структур они могут убирать человека, который им не нравится, и выбирать себе человека, который будет льстить их вслуху. Пусть они попробуют в этом собрании. Здесь им нужно только ноги уносить. Вот сейчас того нечестивого уже сняли по голосованию. Он сам внедрил это голосование, сказал, там заблуждение, у них какая-то теократия, нужна демократия, нужно, чтобы люди могли иметь возможность выбирать, убирать, снимать и ставить. И вот его те же люди сняли. То есть вот такова демократия. И это очень плохо. Плохо, когда пастор зависит от людей, боится им сказать правду, потому что скажет правду, снимут. Скажет, ты нам не нравишься. И так далее. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели первые пять свойств поклонника Бога, через которые Бог мог постоянно проявлять и исполнять свою волю на планете Земля. То есть пять свойств в пяти камнях драгоценных. Сегодня мы будем продолжать рассматривать драгоценный алмаз, камень. Это шестое свойство судна на перстнике. Шестым именем во втором ряду снизу, вырезанным на драгоценном камне судного наперстника на скрижалях нашего сердца являлось имя шестого сына Иакова Нефалима. И его имя означало «борец». Мы отметили, что алмаз, на котором было вырезано, как на печати, имя Нефалима, это бриллиант, который являлся чистым углеродом и поэтому обладал большой твердостью, или же обладает. Само слово «бриллиант» не имеет никакого отношения к другим самоцветам, кроме алмаза, ограненных способом бриллиантовой огранки. Учитывая значение имени Нефалима, борец, вырезанного на драгоценном камне алмазе, оружие, которому мы призваны противостоять и бороться с нашими врагами, это постоянная молитва в селе Святого Духа, отвечающего требованиям драгоценного камня алмаза, ограненного бриллиантовой огранкой. Имя Бога, представленное в драгоценном камне алмазе, по предположениям иудейского равената, на иврите означает «эльхай», что в переводе на русский язык означает «жив Господь» или «Бог живой». А посему, исходя из значения имени Нефалима, на драгоценном камне алмазе следует, что функции шестого принципа в основании постоянной молитвы это наша способность позволить Святому Духу пребывать с нами в молитвенной борьбе против сил преисподней, противящихся нам в исполнении воли Божией именем Бога Живого. «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом и старайтесь о всем самым со всяким постоянством и молением о всех святых». Эфесянам 6,18. Святой Дух может подвизаться с нами в молитвенном борьбе не при одном условии, когда наша молитва будет отвечать требованиям имени Бога Эльхай, содержащийся на скрижалях нашего сердца в требованиях судного наперсника. Иеремий 10,10 написано, «А Господь Бог есть истина, Он Бог, Он есть Бог живой, и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его». Мы отметили, что имя Бога Живого являлось форматом клятвы, и категория святого народа, которая не научилась клясться Богом живым или клялась им ложно, подлежала полному и совершенному истреблению. Иеремий 12,16,17. «И если они научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим, Жив Господь!» То есть вот это путь правды, где люди клянутся именем Господа, Жив Господь и жива душа моя, не отойду, пока ты не дашь мне. Как они научили народ мой клясться валом, пусть они научат клясться именем Бога, Жив Господь, как они научили до этого мой народ клясться валом, то водворятся среди народа моего. Если же не послушаются, то я искореню и совершенную истреблю, такой народ, говорит Господь. Напомню, живой по отношению к Богу, Эль-Хай, означает пребывающий, сущий, неограниченный властью, определяющий бытие, творящий бытие, содержащий бытие, сохраняющий бытие, владычествующий над бытием, повелитель и господин бытия. Господа Бога твоего бойся, ему одному служи и к нему прилепись, и его именем клянись. Он хвала твоя, и он Бог твой, который сделал с тобою те великие и страшные дела, какие видели глаза твои. Второзаконие 10, 20, 21. Результатом клятвы имени Бога живого всегда следовало исполнение обетования, ради которого произносилась клятва. И сказал Иисус Навин, «Из сего узнаете, что среди вас есть Бог живой», то есть есть Бог Альхай, который прогонит от вас Хананеев, Ихитеев, Иевеев, Иферезеев, Игиргисеев, Иемореев, Иевусеев. То есть он поклялся, «Из сего узнаете, что среди вас есть Бог живой». И когда он это сделал, поклялся, то Бог прогнал все эти народы. И сказал Иисус, «Из сего узнаете, что среди вас Бог есть живой», когда Он изгонит их. «Вот ковчег завета Господа всей земли пойдет пред вами через Иордан, и как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода Иорданская иссякнет, текущая же сверху вода, остановится стеной». Иисуса Навина 3, 10, 13. То есть Иордан, как прообраз смерти, а в это время он раздевался, он был остановлен именем Бога Ильхаи, ковчегом, который несли священники. Народы, жившие на территории земли Израильской, которые являются нашими первостепенными врагами, это образ генетической программы смерти, которую мы унаследовали от суетной жизни отцов. И чтобы изгладить из своей сущности программу смерти, необходимо в молитвенном борении противопоставить ей программу жизни, содержащейся в имени Бога Живого, которая представлена на скрижалях нашего сердца в судном наперснике в драгоценном бриллианте с именем Нефалима. А посему, исходя из характеристик, содержащихся в достоинстве имени Бога Ильхай или Бог Живой, следует, что свойства поклонника, содержащихся в достоинстве имени Бога Живого, призваны представлять неограниченную власть Бога над бытием в отведенном им для нас времени и пространстве. И чтобы представлять достоинство поклонника, поклоняющегося в Духе и истине, в достоинстве драгоценного алмаза, представляющего Бога Живого, с вырезанным на нем именем Нефалима, означающего борец или же человек, дающий Святому Духу возможность бороться вместе с собою против организованных сил тьмы, противостоящей Ему выполнению совершенной воли Бога, мы обратились к весьма важным характеристикам, которые содержатся в имени Бога Живого, обусловленного достоинством алмаза. В силу этого мы прибегли к необходимости определить, какую цель преследует Бог в своих намерениях, когда побуждает и призывает своих детей стать воинами молитвы, а также каким образом и на каких условиях Бог может и желает дать человеку стать воином молитвы, чтобы человек мог представлять интересы Бога в реализации своего наследия в Боге. Исходя из определения Писания, быть воином молитвы – это законное и привилегированное наследие святых всех времен. Во-вторых, это их изначальное предназначение, выраженное в их призвании, попирать нечестия и нечестивых в молитвенном борении. В-третьих, это одно из величайших положений, даруемых Богом человеку, в котором человек становится царем и священником Богу и рассматривается Богом как бриллиант с именем Нефалима. В силу этого молитва, воина молитвы – это некое сакральное или священное таинство, которое имеет неземное происхождение, а посему и недоступное для освоения ее разумными возможностями. И именно поэтому из всех имеющихся родов служения такая молитва является самым труднодоступным родом служения, которое большинство христиан в большинстве случаев избегает, пренебрегает и отвергает. 1 Тимофей 1,18 «Преподаю тебе, сын, мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин». И чтобы определить и выстроить некую ясную и упорядоченную для нас систему, которая поможет нам постичь природу постоянной молитвы в признаках, обуславливающих природу воина молитвы, которые могли бы быть основаны на конкретных повелениях Бога, дающих человеку законное право клясться именем Бога Живого, то исходя из Откровения Писания, наша молитва в качестве воинов молитвы обусловленным достоинством бриллианта должна содержать в себе такие признаки. Во-первых, она должна быть неотступной, во-вторых, усердной, в-третьих, прилежной, в-четвертых, с дерзновением, в-пятых, благоговейной, в-шестых, с показанием веры сердца, в-седьмых, с благодарением, в-восьмых, с радостью, в-девятых, в страхе Господнем, и в-десятых, во Святом Духе или же молением на иных языках. В определенном формате мы с вами рассмотрели природу молитвы в первых признаках, трех признаках, которые обуславливают состояние воина молитвы, и его молитву, и остановились на рассматривании четвертого признака в природе воина молитвы – это дерзновение. Мы отметили, что в Писании свойство или характер, заключенный в слово дерзновение, предписывается в молитве как заповедь, как неуклонное предписание и как неотложный военный приказ, невыполнение которого карается смертью или окончательным разрывом отношений с Богом, что равносильно смерти. При этом, как и в предыдущих составляющих, следует иметь в виду, что речь идет о таком формате дерзновения, которое относится к состоянию сердца молящегося. И такое дерзновение признано присутствовать во всем, что человек не делает с усердием и от души. Потому что постоянная молитва, будучи явлением неземного происхождения, хотя и творится во времени, и охватывает все время, находится вне времени и господствует над временем. Так как молитва – это неземной язык, неземное орудие и неземное средство общения в отношениях Отца, Сына и Святого Духа, которое доверено и делегировано также детям Божьим для поиска Бога, для познания Бога и для общения с Богом. Для лучшего понимания значимости элемента дерзновения мы взяли из основания четыре аспекта, чтобы определить суть предложенного нам дерзновения и увидеть необходимость его присутствия в молитвенной жизни с Богом. Это определение сути и назначения дерзновения, это цена для приобретения дерзновения, это сохранение и развитие дерзновения, это плоды и награды дерзновения. В определенном формате мы уже рассмотрели определение сути и назначения дерзновения в молитве, и прежде чем мы перейдем к раскрытию следующих аспектов этого поистине могучего и властного свойства в природе воины молитвы, то, учитывая пройденный материал, я в связи с экономией времени напомню, определения сути и назначения дерзновения, опуская места Писания, подтверждающие, имеющие комментарии и констатации. Во-первых, дерзновение в молитве – это наличие в сердце человека юридического права на обладании того, что мы просим у Бога. Во-вторых, дерзновение в молитве – это реализация в исполнении воли Божией благой, угодной и совершенной. Дерзновение в молитве – это смелое стремление к обладанию того, что мы просим у Бога, основанное на задействии и уповании на средства и силу, заключенные в крови Христа Христова. Входить в освятилище без дерзновения – это демонстрировать сердце неочищенной и отпороченной совести. Дерзновение в молитве – это признание и провозглашение нашего упования на праведность Божию, которую мы получаем даром по благодати Божией. Дерзновение в молитве – это приспосабливание своей воли, обусловленной драгоценным алмазом, под размер воли Божией, обусловленной золотым гнездом, вотканным в наш судно-наперстник. Дерзновение в молитве – это почитание за святыню крови Завета, которую совесть наша очищена от мертвых дел. Дерзновение в молитве – это демонстрация пред Богом искреннего сердца, в котором человек преследует интересы воли Божией. Дерзновение в молитве – это демонстрация пред Богом абсолютного и желанного послушания воли Божией. Дерзновение в молитве – это очищение наших мотивов от инородных вкраплений плоти, всяческих чужеродных учений, не соответствующих нормам учения Христова. Отсутствие дерзновения в молитве – это непочитание за святыню крови Завета и оскорбление Духа Благодати. Далее. Дерзновение в молитве воздвигается в сердце человека от хорошего служения Богу, которое приготовляет молящемуся высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Дерзновение в молитве может быть разного уровня, разной величины, а, следовательно, разной амплитуды и различной степени проявления. Вера во Христа, в которой отсутствует дерзновение, не имеет права называться верой. Отсутствие дерзновения – это демонстрация непослушания или же один из видов законспирированного бунта и непослушания. Великое дерзновение в вере является высшей степенью послушания Богу, а высшая степень послушания Богу является великим дерзновением в вере. Великое дерзновение в вере – это определенный духовный ранг или самая высокая степень и самое высокое звание в иерархии тела Христова пред Богом и Его ангелами. Далее. Дерзновение в молитве – это соблюдение определенного порядка, в стремлении к обладании того, к чему мы стремимся, или того, что мы просим у Бога и чем мы служим Богу. Великое дерзновение связано с определенным порядком, в котором человек приближается к престолу благодати, где он должен знать свое место, свое время и свою роль в служении Богу. Необходимо исследовать, кто и на каких основаниях делегировал нас на подобное служение. Бог через своего представителя в церкви или же плоть через наше душевное дарование. Нарушение в молитве одного из этих принципов порядка трансформирует наше дерзновение в дерзость пред Богом и активизирует уже не благосклонность к нам Бога, а его палящий гнев. Далее. Дерзновение в молитве – это определение не того, что мы чувствуем, а определение того, что мы знаем, что находится не в области наших чувств, а что находится в области нашего знания. Дерзновение в молитве – это не то, что мы чувствуем, а то, что мы знаем от слышания Слова Божия. Бог никогда не будет обращаться к нашим чувствам и подталкивать нас к тому, чтобы мы водились чувствами. Божье Слово – это информация, и эта информация направлена в нашем естестве к информационному органу, а не к чувственному. Бог сотворил нас по своему подобию, в котором информационный орган управляет эмоциональным органом, а не наоборот. Дерзновение в молитве – это такой порядок, в котором информационный орган подчиняет себе эмоциональный орган. Далее. Уровень дерзновения в молитве может быть различным, и зависит этот уровень от уровня любви к Богу. Качество и уровень любви к Богу проверяется по отсутствию страха неполноценности пред Богом. Дерзновение в молитве – это выражение совершенной любви к Богу, которое изгоняет всякий страх неполноценности пред Богом. В седьмых. Назначение дерзновения в молитве состоит в том, чтобы открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшимся Иисусом Христом. Дерзновение в молитве – это откровение того, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшимся Иисусом Христом. В восьмых. Дерзновение в молитве – это выражение такой славной надежды, пребывающей в сердце искупленного человека, в которой мы все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. «Слава, исходящая от лица Моисея, приводила сынов Израилей в страх, потому что изобличала в их сущности рабство к греху. Слава, исходящая от лица представителей Нового Завета, призвана демонстрировать свободу от греха. Дерзновение в молитве – это демонстрация славы Божией, обуславливающей свободу во Христе Иисусе». Итак, вопрос следующий. Какую цену необходимо заплатить для обретения дерзновения в молитве, дающего нам право приближаться к Богу в достоинстве царей и священников Богу? То есть все, что мы сказали сейчас о дерзновении, теперь посмотрим цену, чтобы вот это все приобрести. Итак, первая составляющая в приобретении великого дерзновения в вере – это хорошее служение Богу через хорошее служение друг другу. Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисусу. 1 Тимофею 3,13. Итак, хорошее служение Богу определяется хорошим знанием своей роли или своего назначения в теле Христовом, потому что мы можем служить друг другу только тем даром, который получили не по человеческой природе, а по дару многоразличной благодати Божией. 1 Петра 4,10. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрый домостроитель многоразличной благодати Божией. Отсюда следует, что дерзновение в молитве – это служение Богу тем даром, который мы получили, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Служение Богу и друг другу, идущее от желаний плоти – это мерзость пред Господом. И человек, пытающийся приближаться к Богу за счет такого служения, является не добрым домостроителем многоразличной благодати Божией, а ее разрушителем. А посему дерзновение Его плоти будет инкриминировано Ему Богом как дерзость, своеволие и непокорность Богу и Его Слову. Во-вторых, составляющая цены для приобретения великого дерзновения в вере определяется тем, чтобы дать возможность Святому Духу поместить нас во Христа. Что на самом деле означает принять Святого Духа как Господа и Господина своей жизни, чтобы Он посредством своего Урима в формате своего откровения научил нас пребывать в границах меры нашей веры или же в границах имеющегося у нас то мимо обуславливающего пребывающую истину в нашем сердце. То есть, как пребывать во Христе? Это пребывать в границах меры нашей веры. А мера нашей веры обуславливается тем Божьим Словом, которое мы поместили в свое сердце и которое для нас открыто. На практике это давать в своих молитвах позволения Христу в лице Святого Духа представлять наши интересы на условиях Писания. Итак, дети, пребывайте в Нем, во Христе, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не посредиться пред Ним в пришествии Его. 1 Иоанна 2, 28. То есть, цена за то, чтобы пребывать в Нем, если мы будем пребывать в Нем, мы будем иметь дерзновение. Пребывать в Нем, что означает пребывать в Нем? Это не мстить за себя, но давать место гневу Божию. Таким образом, мы можем почтить Господа как верховного судью. Это будет означать, как вы со своей стороны можете поместить себя во Христа. А вот когда вы отказываетесь мстить за себя, когда вы не ищете возмездия, когда вы не идете в суд на брата, вы знаете, у меня много было моментов, когда я мог судиться именно со святыми, бывшими святыми, которые были святыми, а потом, тем не менее, не судился с ними. Я отказывал. Мне говорили, судись, ты выиграешь суд. Я говорю, нет, не буду судиться. Потому что, если бы я имел дело с человеком из мира, другой вопрос, но с братом или с сестрою я не буду судиться. Я представлю это Богу. И таким образом, я помещаю себя в Него, чтобы Он меня защищал. Потому что, когда мы в Нем, тогда Он берет на себя ответственность. Но как Он возьмет, если я себя не поместил в Него? Если я не хочу прощать, и говорю, я не могу, но не прощается. Мы знаем, что прощение – это не акт чувств, а акт воли и разума. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящее уголье. Не будь побежден злом, но побеждай злодобром. Римлянам 12, 19, 21. Здесь имеются в виду враги – это ближние твои, домашние твои, верующие люди, которые становятся твоими врагами, которые начинают критиковать тебя, которые начинают как-то требования какие-то к тебе, обижаются, что-то как-то. И вот здесь вы чувствуете, что незаконно вас хотят поработить, заставить делать то, что вы не хотите. И тогда вы обращаетесь к Богу, не мстите. И тогда Господь видит, что вы поместили себя в Него, и тогда Он начинает за вас разбираться с ними. Следовательно, человек, не обладающий великим дерзновением в вере, или же не пребывающий в границах учения Иисуса Христа, предшественного плоти, в пришествии Иисуса Христа будет постыжен. А следовательно, дерзновение в молитве – это выражение и демонстрация нашего пребывания во Христе. Третья составляющая цены для обретения великого дерзновения в вере определяется приношением Богу плода Духа. Луки 8, 43-48 Когда же Он шел? Мы до этого говорили о даре, а вот сейчас поговорим о плоде Духа. Как можно получить исцеление через плод Духа, а не через дар? Когда Он шел, речь идет об Иисусе, народ теснил Его. То есть, знаете, когда в давке много людей, и вы пробираетесь сквозь толпу, Иисус пробирался сквозь толпу. Толпа Его насколько теснила, а Он шел, пролагал себе путь сквозь толпу. И женщина, страдавшая, кровотечением 12 лет, которой, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена. Подойдя сзади, коснулась края одежды Его, и в тот час течение крови у нее остановилось. То есть, мы сейчас посмотрим, когда в тот час. И сказал Иисус, кто прикоснулся ко Мне? Когда же все отрицались, Петр сказал, и бывшие с Ним, наставник, народ окружает тебя и теснит, а ты говоришь, что прикоснулся ко Мне. Но Иисус сказал, прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чувствовал силу, ишедшую из Меня. Женщина, видя, что не утаилась, с трепетом подошла и, пав перед Ним, объявила Ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к Нему и как тот час исцелилась. Она исцелилась. А теперь смотрите, Он сказал ей, дерзай, червь, вера Твоя спасла Тебя, иди с миром. Дерзай. В данном событии представлен не дар веры, а плод веры, чтобы говорить в сердце своем. Если только прикоснусь к одежде, его выздоровеем, необходимо обладать плодом веры, а не даром веры. И вот женщина, я теперь пророжу Матфея, 9, 20, 22, чтобы мы увидели более ясно эту картину. И вот женщина, 12 лет, страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе. Она сама в себе говорила, самой себе. То есть у нее пришла эта вера в Него, и она в самой себе говорила, взрастила в себе. Если только прикоснусь к одежде, его выздоровею. Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал, дерзай, червь, вера Твоя спасла Тебя. Женщина с того часа стала здоровой. То есть с того часа, когда Он ей сказал, дерзай, то, что ты сказала, дерзай, будь в этом. То есть подходи и бери смело то, что ты сказала. Дело в том, что плод веры находится в нас, а дар веры находится вне нас, он находится у Дарителя, у Святого Духа. И кого он хочет, или когда находит нужем, того исцеляет. А вот плод веры находится в вас, и как только он созрел, вы можете подходить и брать. Вот в чем суть заключается, разница, когда вы взрастите этот плод. Поэтому уникальность плода веры состоит в том, что человек не просит исцеления, он просто подходит к Иисусу и берет. Он подошел, прикоснулся и взял. Ему не надо просить. Он уже его берет через веру. Просит тот, у кого нету плода, и он хочет получить даром исцеление. За имение такого плода веры, Иисус, обратившись к женщине, сказал, дерзай, черь, вера Твоя спасла Тебя. И именно тогда, когда Иисус сказал ей, дерзай, черь, женщина стала здоровой, что говорит о том, что если бы после своего прикосновения она не получила в награду дерзновение, то она не могла бы получить исцеление. А теперь обратите внимание на множество людей, которые следовали за Иисусом в надежде получить от Него исцеление, как дар Его несливые благодати. Кстати, многие из них, как я говорил, потом стояли у Христа, я стервенела, вопили, распни его. Человек же, получивший исцеление посредством плода веры, скорее предпочтет быть распятым со Христом, нежели последовать за большинством, чтобы кричать вместе с ними, распни его. Люди, не приносящие плода Духа, при пришествии Христа будут вести себя, как скрывающийся от Бога Адам в Едеме, прикрывающийся упражнением даров Святого Духа в предмете одежды из листьев. Правда, это только в своих глазах. А листья для исцеления народов. Люди будут прикрываться, думая, что вот они исцеляют, упражняют дары Святого Духа, и это есть оправдание пред Богом. Да это листья, это не оправдание. Листьями не оденешься. Плод является одеждой. Поэтому одеянием человека призвано быть правда Божия, а не листья, взращиванные на нами дерево, а плод этого дерева в предмете нашего характера, соответствующего образу Христа. А посему плод нашего Духа как раз и является той ценой, которой необходимо платить за дерзновение, которое нам необходимо, чтобы приближаться и прибегать к Богу для благовременной помощи. Отсюда следует, что дерзновение в молитве это результат плода нашего Духа, без которого являться пред лице Господне равносильно смерти. Дерево, не проносящее плода, сурбают и бросают в огонь. Уже из секира прикорни дерев лежит всякое дерево, не приносящее доброго плода, сурбают и бросают в огонь. Матфея 3, 10. Как бы это трагично ни звучало, до большинства христиан и христианских соединений, поддерживающих друг друга, на самом деле уже давно связаны в связке и готовятся к огню. Потому что, кроме листьев, выраженных в упражнении даров Святого Духа, евангелизаций, на которую их Бог не посылал, и собственные добродетели, которые в очах Бога являются подделкой на плод Духа, это никогда не может являться ценой за обретение дерзновения. А посему пытаясь оправдаться пред Богом служением, на которое Он их не посылал, а также на упражнение даров Святого Духа и собственные добродетели, такие люди вместо дерзновения являют пред Богом свою дерзность, своеволие и непокорность. Иоанна 15, 6, 8 Иисус говорит, «Кто не прибудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во Мне, и слова Мои в вас прибудут». Видите, слова эти должны быть в нас. «То, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». Итак, обратите внимание, как эти псевдоревнители Бога, представляющие одну листву, без плодов Духа, будут вести себя, когда Бог посетит их и начнет их взвешивать на весах своей правды и измерять их своей измерительной тростью. Матфея 7, 16, 13 «По плодам их узнаете их. Собирает ли стерновника виноград или стерпенника смоквы? Так, всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносит плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубает и бросает в огонь, и так по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне, «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Итак, чтобы заплатить цену за право обладать дерзновением, дающим свободный вход в присутствие Бога или же в Царство Небесное, в котором пребывает Бог, необходимо облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Это есть плод. А почему человек, который прикрывался листьями, представляющими упражнения даров Святого Духа, собственной добродетелью и служением евангелизации, на которую его Бог не посылал, скорее всего, попытается скрыться от Бога, чтобы каким-нибудь образом избежать этой встречи, так как он только здесь прозреет в отношении того, что он наг, то есть постыжен и не может явиться пред Богом. Поэтому человек, не обладающий дерзновением, это человек, не освобожденный от греха или зависимый от греха. Отсюда следует, что дерзновение в молитве – это удостоверение независимости от греха, а зависимости от правды. Вот почему, если человек не приобретет дерзновение ценою плода Духа, то хотя он и сын, он потеряет право на сыновство и будет искоренен из царства Бога и Христа Его. Таким образом, дерзновение в молитве обретается, если мы позволяем Святому Духу поместить нас во Христе Иисусе, в котором мы можем приносить Богу плод. Ибо только посредством дерзновения мы имеем надежный доступ к Богу через веру во Христа Иисуса. Ефесянам 3.11.12 «По предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него». А теперь обратимся к Писанию и посмотрим, как в своих молитвах сохранять и развивать уже имеющиеся дерзновения в вере. Учитывая, что дерзновение – это энергия, сохранение дерзновения подобно сохранению пламени огня в светильнике нашего Духа. А чтобы сохранить пламя огня в светильнике, нужно позаботиться о том, чтобы в нашем сосуде достаточно было елея, которым мы можем запастись только одним путем – купить его у продающих. А посему сохранить имеющиеся дерзновения можно только одним путем развивать уровень своего пребывания в напастях со Христом путем собирания с ним тех территорий, которые принадлежат нам, но еще находятся во владении нашего врага. Не довольствуйтесь тем, что вы достигли. Еще есть много территорий в вашем естестве, которые необходимо покорить, подчинить Святому Духу. Потому что в тот момент, в котором человек полагает, что у него достаточно дерзновения в вере, является тем моментом, в который он начинает его утрачивать. Вот как сказал об этом Христос в Луке 11, 21, 26. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имения. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня. И кто не собирается со мной, тот рассочает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя. И не находя, говорит, возвращусь в дом мой, откуда вышел. И придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последних уже первого. Луки 11, 21, 26. Исходя из определений Писания, чтобы собираться Христом или развивать степень и уровень своего дерзновения в вере, необходимо позволить Христу в лице Святого Духа пребывать в нас на правах невысокочтимого гостя, а на правах господина и хозяина дома. Христос как Сын в доме, дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Евреям 3, 6. То есть то, что мы имеем, это хорошо, его надо еще сохранить. При наличии сохранения великого дерзновения в вере мы никогда не будем подстремлены пред Богом. И в любой ситуации нашей жизни, при потерях и обретениях, будет возвеличен Христос. Филиппийцам 1, 20. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем подстремлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем жизнью ли то, или смертью». Чтобы сохранить и приумножить имеющееся дерзновение, необходимо иметь первосвященника великого прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, и твердо держаться нашего исповедания, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Евреям 4, 14, 16. «Итак, имея первосвященника великого прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». И, наконец, обратимся к плодам и награде, которые являются следствием уже имеющегося в нас дерзновения в вере. Во-первых, плод и награда за имеющиеся дерзновения – это, прежде всего, показания барометра нашего сердца, регистрирующего и определяющие неповрежденность истины, пребывающей в нашем сердце, которые обуславливают состояние нашего сердца пред Богом или же состояние нашей доброй совести. «Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу и, чего не просим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним». 1 Иоанна 3, 21-22. Таким образом, отсутствие дерзновения – это то состояние, когда наше сердце осуждает нас на основании заложенного в Него закона истины. Ведь когда сердце осуждает, что вы сделали что-то не то, у вас нет дерзновения в молитве к Богу. Сперва надо очистить совесть, тогда появится дерзновение. Поэтому при осуждении сердца любая просьба не только не останется неотвеченной, но ко всему прочему вызовет гнев Божий за то, что мы осмелились войти в Его присутствие без дерзновения в вере. Но при наличии дерзновения в вере любая наша просьба будет преследовать интересы Бога, будет отвечать требованиям воли Божией, будет приноситься в порядке Бога, будет приноситься в нужное время и будет отвечено. А посему дерзновение в молитве это результат того, что наше сердце, вернее, наша совесть не осуждает нас в наших помыслах, словах и поступках, потому что они в Боге заделаны. Во-вторых, дерзновение в молитве это результат уважения и послушания познанной нами воли Божией. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего? По воле Его Он слушает нас. Видите, связано с волей, когда мы просим, что по воле Его. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, что бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. 1 Иоанна 5, 14, 15. Видите, результатом дерзновения в вере будет то, что мы будем получать просимое. В-третьих, дерзновение в молитве это результат того, что мы входим в присутствие Бога посредством Иисуса Христа путем новым и живым. Евреям 10, 19, 23. Итак, братья, имея дерзновение входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, которые Он открыл вновь нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистив сердца от порочной совести, и мы в тело водою чистою будем держаться исповедание упование неуклонно, ибо верен обещавший. Вот когда мы входим в освятилище с дерзновением, у нас должна быть полная вера. Мы должны краплением очистить сердца от порочной совести, и мы тело водою чистою и держаться, то есть не обращать внимания ни на что, держаться упование, исповедание, неуклонно. Потому что врачи будут говорить один приговор. Ваши близкие будут говорить вам, ой, я знаю, что с тобой, тебе надо вот эту настойку, ой, я знаю, что тебе нужно. И все, с кем вы будете встречаться, все вам будут говорить. Потому что у каждого есть определенное знание на определенный вид болезни. И они будут вам говорить, что они слышали, но почему-то на них это не работает, но вам они это будут советовать. Но Писание говорит, а если вы будете держаться исповедание неуклонно, что Бог ответил уже на вашу нужду там. Это не значит, что не надо принимать никакие медикаменты или там. Я не об этом сейчас говорю. Я говорю о том, что упование на что должно. Вы принимаете лекарства, а уповаете на Бога. Потому что если нет упования, вы умрете. А если есть упование, то вы будете спасены. Любой врач знает, что если у человека нету веры никакой в его выздоровление, то никакие таблетки уже его вылечить не могут. Потому что организм противостоит любым таблеткам. Вот ему дают, а он в них не верит. И они перестают работать. Они работают в обратном. Само тело уничтожает. В теле есть уже такая вот закономерность. Вот то, что мы верим, оно может совершаться. Но наша вера должна основываться на слове Божьем. И совесть нас не должна осуждать. Мы должны твердо держаться исповедания упования. То есть исповедания обетований, которые нам Бог дал, мы должны их твердо держать. В-четвертых, дерзновение в молитве – это результат. Результат. Мы говорим сейчас о результатах. Это результат единомыслия и единодушия с собранием святых, членами которого мы являемся. Представляете, когда люди бегают, вот то в одной, то в другой церкви, пошел и пошел, и пошел. Ну, лис оторвался с дерева, и теперь ветром будет туда-сюда носиться. Давайте прочтем Деяние 4, 27, 31. Ибо поистине собрались в городе всем на святого сына твоего, Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками, И народом израильским, Чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, возри на угрозы их, И дай рабам Твоим со всей смелостью Говорит Слово Твое, Тогда, как Ты простираешь руку Твою на исцеление И на соделание знамений и чудес Именем святого сына Твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, Где они были собраны, И исполнили все Духа Святого, И говорили Слово Божье с дерзновением. То есть, потому что они были в единомыслии и единодушии в это время. Если бы они не были в единомыслии и единодушии, То ничего подобного бы не случилось. Результат дерзновения в молитве – Это результат единомыслия, единодушия С собранием святых, членами которого мы являемся. В-пятых, дерзновение в молитве – Это результат того, когда мы исповедуем Сами в себе веру Божию о том, Что соприкосновение с оправданием Является нашим исцелением от болезни. Матфея 9, 20, 22 И вот женщина, 12 лет, Привожу это место Писания, Но только уже в другой ипостаси. И вот женщина, 12 лет, Страдавшая кровотечением, Подойдя сзади, Прикоснулась к краю одежды его, Ибо она говорила сама в себе, Если только прикоснусь к одежде его выздоровею, И с ужас, обратившись и увидев ее, Сказал, дерзай, черь, Вера твоя спасла тебя, Женщина с того часа стала здоровой. То есть результат дерзновения в молитве, Когда мы исповедуем веру Божию, В том, что соприкосновение с оправданием Является нашим исцелением от болезни. Вы знаете, что многие болезни, Не все, но многие являются результатом нашего греха. И если вы сможете избавиться от греха, Получить оправдание, То и болезнь засохнет, Которая произвела грех. Потому что Христос не во всех случаях говорил, Просто исцелял. Он просто говорил, Прощаются тебе грехи твои, Возьми постель твою, иди в дом твой. Это говорил о том, что он болел из-за греха. Но когда Бог прощал грех, И исцелял от греха, То есть тот человек исцелялся. Поэтому нам нужно четко стоять на оправдании. Вот стойте на оправдании, Ищите все время, Знайте, что вы находитесь в служении оправдания. Дьявол все время будет вас обвинять внутри, Подделываясь под вашу совесть, Под голос Святого Духа. Но вы знаете, что Дух Святой Никогда не обвиняет человека внутри. Он его утешает, успокаивает и говорит, Не обращай внимания на сомнения, Провозглашай Слово Божие, Не слушай никого, Провозглашай. Вот что Дух Святой будет делать. Он не будет тебя обличать, Потому что обличает он мир, А тебя он утешит, научит и наставит. И вот когда человек сам в себе стоит Вот в этом направлении, То обязательно вот это дерзновение Его приведет к чему? С соприкосновением оправдания. Через оправдание мы будем исцелены. В-шестых, дерзновение в молитве Это результат того, Когда мы узнаем, Что Бог прощает наши грехи Или же не вменяет нам грехи наши. Вот в чем дерзновение. Когда мы узнаем, Что он нас прощает И не вменяет нам грехи, Мы исцеляемся тогда. И вот принесли к нему Расслабленного, Положенного на постели. И, видя Иисус веру их, Сказал расслабленному, Дерзай, чадо, Прощаются тебе грехи твои. При всем некоторые из книжек Сказали сами в себе, Он богохульствует. Иисус, видя помышления, Иисус сказал, Для чего вы мыслите худое В сердцах ваших? Ибо что легче сказать, Прощаются тебе грехи? Или сказать, Встань и ходи. Но чтобы вы знали, Что Сын человеческий Имеет власть на земле Прощать грехи. Тогда, говорит, Расслабленному, Встань, Возьми постель твою И иди в дом твой. И он встал, Взял постель твою И пошел в дом свой. Матфея 9, 2, 7. Видите, Когда человек Узнает, Что Бог простил И оправдал его. И он это принял. Потому что многие люди говорят, Да, я верю, я верю. Но они имеют комплекс И они полагаются На свои чувства. Они не чувствуют, Что они свободны от греха И что они прощены. Почему? Потому что у них Не информационный орган Управляет ими, А эмоциональный орган. И поэтому до тех пор, Пока они будут прислушиваться Своих эмоций, Я чувствую, Я не чувствую, Бог отступил, Или Дух Святой, То у них ничего не получится. Никакого дерзновения не будет. В седьмых, Дерзновение в молитве Это результат От откровения Святого Духа, Что Бог устроит наш дом В престол Царства Своего вовек. То есть, Результатом Дерзновения в молитве Результат от него будет, Что вы получите откровение, Что Бог устроит Ваше святилище В престол Царства Своего вовек. То есть, Ваше сердце Будет престолом Его Царства вовек. Первое, Паралипомином 17, 25, 27. Ибо Ты, Божий мой, Открыл рабу Твоему, Что Ты устроишь ему дом. Поэтому раб Твой Дерзнул молиться Пред Тобою. И ныне, Господи, Ты Бог, И Ты сказал О рабе Твоем Такое благо. Начни же благословлять дом Раба Твоего, Чтоб он был Вечно пред лицом Твоим. Ибо если Ты, Господи, Благословишь, То будет он Благословен Вовек. То есть, Посмотрите, Когда Давид получил Откровение о том, Что Бог хочет, Чтобы его престол Был вечным престолом, То он принял это. И когда он принял это, Результат его Дерзновения в молитве, Что он произвел? Он произвел то, Что Бог заговорил с ним. Если мы дерзаем И приходим к Богу В дерзновение молитвой, Ждите, Что Господь Обязательно заговорит К вам. Либо через проповедь, Либо просто Вы в духе услышите, Делая что-то, Делая, Находясь, И когда придет момент, Вы услышите. Бог сам выберет время, И уж он постарается Донести до вас так, Чтобы вы поняли, И вы поймете, Что это ответ На ваше дерзновение, На вашу молитву. И тогда вы скажете, Притом это ответ, Это будет обещание. Это не то, Что вам Бог уже, Вот сейчас вы сможете Его пощупать. Ведь Давид не смог Его сразу определить. Просто Бог сказал, Что он Соделает его дом, Престол его навеки. Так и здесь. Бог скажет, Он даст тебе гарантии на то. Это может касаться Какого-либо отдельного обетования, Либо обетования восхищения, Потому что Многие говорят, Я буду восхищен, Я буду восхищен. Чтобы быть восхищенным, Нужно, во-первых, Иметь доказательства. А доказательства – Это то, Что вы угодили Богу. Вот если у вас есть доказательства в сердце, Что вы угодили Богу, Исполняя волю Божию, Вот тогда вы будете восхищены. А не просто то, Что у меня есть желание быть восхищенным. Желания одного мало. Прежде чем был Енох восхищен, Он получил свидетельство, Что угодил Богу. В чем выражалось свидетельство Еноха? В том, что он угодил Богу. В мою бытность, помню, Все пытались отгадать, Что же такое Енох получил? Что это за свидетельство было у Еноха? А там прямо сказано, Что это за свидетельство, Что он угодил Богу. В этом же стихе и сказано, Но люди не видели его. Десятилетиями не видели. Вот сколько я был в церкви, столько на это место Писания проповедовали, и всегда говорили, вот Бог сокрыл, вот это что-то такое, Бог сокрыл. Какое же свидетельство Бог дал ему? А там написано свидетельство, что он угодил Богу. То есть угодить Богу, нужно исполнять Его волю, благую, угодную и совершенную. Угодить, прийти вовремя, сделать так, как хочет Он, представлять Его интерес. Мы сейчас будем молиться, и да благословит нас Господь в этой молитве. Представить Ему дерзновение как информационную часть, не как эмоциональную часть, дерзновение, потому что, да, мы можем представить дерзновение как эмоцию, но я хотел бы, чтобы мы представили дерзновение как информацию, которую мы сейчас получили, на основании чего мы приходим к Богу, и что Бог нам даст. Аминь. Склоним колено, кому есть возможность, будем молиться. Дорогой Небесный Отец, Своим Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за откровение Твоего у Рима о дерзновении, о котором Ты открыл, какими свойствами, каким положениями, какими полномочиями оно обладает в молитве для воина молитвы. А посему мы благодарим Тебя, что наше сердце не осуждает нас, потому что мы приняли оправдание Твое даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. Мы благодарим Тебя, что мы имеем причастие к телу Твоему, имеем единомыслие и единодушие со святыми. Мы благодарим Тебя за то, что мы внесли, по милости Твоей, Твой тумим, Твое учение в сердце Свое, ибо мы достаточно продолжительное время слушали, вникали, разбирали и продолжаем изучать Твой тумим, Твое слово, Твое учение и стараемся исполнять его. И если где-то мы согрешаем, мы немедленно каемся, исповедуем грех наш и оставляем его. И таким образом мы имеем дерзновение просить у Тебя, чтобы воля Твоя совершилась, чтобы Ты послал суд Твой на болезни народа Твоего и чтобы болезни народа Твоего были уничтожены, чтобы Ты мог явить славу Твою и милость Твою в обличении народа Твоего воскресения Христова. Мы благодарим Тебя, что вначале мы вносим в сердце наше учение о том, что наш новый человек – это плод нашего Духа, это выражение Твоего воскресения, в которое Ты призываешь нас одеться. одеться – это значит исповедовать его, как свою награду, как свое положение. Мы благодарим Тебя, что мы имеем это полномочие и это положение облекать самих себя через исповедание веры своего сердца, своего нового человека. Да будет благословен народ Твой пред Тобою, да будут прокляты всякие болезни и немощи в народе Твоем, да будет народ Твой отделен от всякого беззакония и от всякого беззаконника, да увидит он разницу между добром и злом, и да явишь Ты славу Свою в эти последние дни для народа Твоего и покажешь разницу между служащими Тебе и неслужащими Тебе. Да будут благословенны святые Твои, которые чтят Тебя десятинами и приношениями в поклонении Своем, которое было бы неполным и которое бы не имело бы дерзновения, если бы не было этого почтения. Но Ты даешь нам дерзновение, и мы с дерзновением можем входить в присутствие Твое и представлять интересы воли Твоей, которые касаются святого человека, нас. Ты хочешь видеть нас исцеленными, Ты хочешь видеть нас радостными, Ты хочешь видеть, чтобы мы устремлялись вперед, смотрели на невидимое, чтобы крепко держались упования, неуклонно, не обращая внимания на приговоры людей, пусть даже и профессионалов. Но Ты можешь сделать все, Ты можешь противостать смерти и прогнать ее. И мы благодарим Тебя, что Ты уже прогнал смерть вторую, мы уже независимы от нее, потому что мы уже находимся в победе над этой смертью. Имея в себе Святой Дух, как Господа и Господи на своей жизни, мы можем наступать на всякое проявление смерти и благословлять Тебя и благодарить Тебя, и представлять Твои интересы на земле. Да будет благословена милость Твоя и истина Твоя для народа Твоего во веки и веки. Отец и Сын Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет в Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и Сила и Слава во веки. Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.